Здравствуйте! В эфире правовая программа «Дежурная часть». О работе окружной полиции расскажу вам я, Анастасия Стенина. Коротко о главных событиях. Состояние оперативной обстановки на территории округа, количество происшествий, итоги оперативно-профилактических мероприятий и информация по линии безопасности дорожного движения. Ответственность за подделку документов и заложенные сообщения об актах терроризма. Окружное управление 28 февраля 2021 года отметит свой 90-летний юбилей. И информация для работодателей и иностранных граждан. В период времени с 16 по 22 ноября на территории округа зарегистрировано 187 сообщений о происшествиях. Из них 9 преступлений. 23 гражданина привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. В сфере безопасности дорожного движения выявлено и пресечено 188 административных правонарушений с помощью средств фото-видеофиксации 62. Произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью не допущено. В числе нарушений правил дорожного движения вынесено 14 постановлений в отношении граждан о привлечении к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности. Составлено 9 административных материалов в отношении водителей за неуплату административного штрафа в установленный законом срок. Уважаемые жители округа, сообщайте о фактах нарушения правил дорожного движения в дежурную часть окружной полиции. По телефону 02 с мобильного 102, 421-26 и также на телефон доверия 421-52. В период времени с 24 по 26 ноября на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» в целях повышения эффективности деятельности управления по взысканию административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел. С 1 октября по 15 декабря на территории округа проводится общероссийская акция «Призывник», направленная на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста. Жители округа могут сообщать обо всех фактах распространения и употребления наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей по телефону 02 с мобильного 102, 6200-47 и 421-26, а также по телефону доверия с абонентским номером 421-52. Анонимность гарантируется. В связи с изменением погодных условий и образованием гололеда на дорогах округа сотрудники госавтоинспекции призывают водителей к соблюдению правил дорожного движения, скоростного режима, дистанции между автомобилями, проезда перекрестков и пешеходных переходов. Особое внимание необходимо обратить на безопасность детей на проезжей части и на пешеходных переходах. Для видимости ребенка на дороге в темное время суток родителям необходимо к его одежде или к портфелю прикрепить световозвращающие элементы, которые можно приобрести в автомобильных магазинах. Также и взрослые должны позаботиться о своей безопасности на дороге, прикрепив такие же приспособления. В настоящее время в связи с временными сбоями в работе информационной системы единого портала государственных и муниципальных услуг предоставление государственных услуг по линии госавтоинспекции в электронном виде невозможно. Прием граждан осуществляется в порядке живой очереди, а также по предварительной записи по телефону 47626. При посещении отдела госавтоинспекции необходимо соблюдать меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Обязательно находиться в средствах индивидуальной защиты, пользоваться антисептическими средствами и соблюдать социальную дистанцию между гражданами не менее двух метров. Напоминаем, что граждане срок действия водительских удостоверений, у которых истек в период времени с 1 февраля по 15 июля текущего года, могут подать документы на замену водительского удостоверения в срок до 31 декабря. На адрес электронной почты, который вы видите на своем экране. Режим работы регистрационно-экзаменационного отделения отдела ГИБДД. Вторник-среда с 9 до 18 часов, перерыв с часу до двух. Четверг с 9 до 13 часов. Пятница с 9 до 18 часов, прием квалификационных экзаменов. Суббота с 9 до 16 часов, воскресенье и понедельник, выходные дни. Прием граждан организован до последнего посетителя. За 10 месяцев текущего года на территории округа выявлено 5 фактов подделки документов по линии безопасности дорожного движения. Сотрудники полиции призывают граждане совершать противоправные действия, приобретая подложные документы с различных сайтов, интернет-магазинов и неизвестных продавцов. Подделка или использование заведомо подложного документа являются уголовным преступлением. Согласно статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печати и бланков. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Отдел по вопросам миграции. Можно ознакомиться с информацией в разделе «Государственные услуги» отдела по вопросам миграции. Либо по телефону 404-23 или по адресу город Наринмар, улица Ненинская, дом 20, цокольный этаж. Заведомо ложной считается та информация, которая содержит сведения о несуществующем преступлении. Но заявитель намеренно о нем сообщает. Чаще всего так поступают несовершеннолетние или взрослые, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. И хотя реальной угрозой они не представляют, экстренные службы вынуждены работать, как при чрезвычайной ситуации. За ложное сообщение об акте терроризма предусмотрены разные виды наказаний. Максимальный размер штрафа достигает 2 миллионов рублей. Срок исправительных либо принудительных работ составляет от 2 до 3 лет. Если телефонный терроризм привел к тяжким последствиям, крупному ущербу, за это предусмотрено до 5 лет лишения свободы. А если в результате глупого розыгрыша по неосторожности погибнет человек, срок увеличится до 10 лет. Не стоит забывать об ответственности и для несовершеннолетних. Наказание будет строгим, независимо от возраста, родителям придется и компенсировать расходы экстренных служб. А школьников старше 15 лет за такие шалости могут исключить из образовательного учреждения. 28 февраля 2021 года Управление МВД России по Ненецкому автономному округу отметит свой 90-летний юбилей. К такому знаменательному и праздничному событию Управление планирует открыть музейный уголок истории управления, который совсем скоро сможет принять всех желающих. В связи с этим объявлен сбор экспонатов, представляющих ценность для истории правоохранительных органов Ненецкого автономного округа. Участие в создании экспозиции данного музея может принять каждый, кто желает, нести свой вклад в развитие истории Ненецкой полиции. Управление с большой благодарностью примет оригиналы и копии исторических фотографий и документов, а также форменную одежду, боевое оружие, личные вещи, сохранившиеся в вывеске, нагрудные знаки и другие предметы, имеющие отношение к истории правоохранительных органов. В особых отдельных случаях возможна денежная компенсация за особо ценные раритеты. По вопросам сбора материалов, имеющих историческую ценность для будущего музея, просьба обращаться к заместителю начальника отдела по работе с личным составом ОМВД Анякову Вячеславу Евгеньевичу по телефону 4-34-64 и 8-999-090-57-71. Вы смотрели выпуск программы «Дежурная часть». Будьте внимательны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова